Укровные стекла выполнены из четверки, большей толщины здесь не надо, никаких нагрузок они на себе не несут. Служит единственной цели накрыть аквариум сверху, дабы предотвратить излишнее испарение, а следовательно неизбежное гниение всех железных частей. Закрываем покрывными стеклами. Необходимость применения покрывных стекол, она уже доказана годами, всегда существуют разные верстки, это не надо, то не надо. Но потом, когда какую-нибудь редкую рыбу привозишь, она у тебя растет, растет, и ты находишь ее внутри, под сырой, сухой. Понятно, оптимизма не добавляется. Вот, то есть, еще раз об укрывных стеклах. Вот сейчас вы видите, что происходит на поверхности воды, в той части, где воздух от помпы, а для того, чтобы была хорошая пробухка, помпа должна работать с подачей воздуха совместно. Видно, какое активное кипение идет на поверхности. То есть, если мы поднимем уровень до положенного, до отбортовок, то это понятно, что брызги будут достигать самой верхней точки подсветки. Вот видно брызги, то есть, несмотря на то, что вода на 10 сантиметров ниже покрывного стекла, то есть, видно, что все равно брызги попадают на покрывное стекло. То есть, это говорит о чем? Что даже в самой верхней точке подсветки, вот, все равно будут попадать брызги. А вот теперь посмотрим, что происходит в той точке над поверхностью воды, где происходит активное кипение. Видно, что пролетают брызги, да, то есть, вся, как бы, эта внутренняя поверхность, все 10 сантиметров между покрывным стеклом и поверхностью воды, активно идет разбрызгивание. Поэтому, если укрывных стекол нет, то, соответственно, вся эта вода будет внутри подсветки. Если нет отбортовок, то вся она будет еще и за пределами аквариума. Вот почему необходимые отбортовки, служащие не только для усиления, но и для удержания укрывных стекол, а также переливных процессов.